Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем подводить итоги первой части российского чемпионата и сосредоточимся на статистике, потому что она все-таки определяет очень многое в футболе. Ну, вы помните, как в свое время были популярны технико-тактические действия вместе с Александром Бубновым, ну а сейчас появился очень любопытный сайт Huskord, который и подсчитывает все эти технико-тактические действия. Обводки, успешные передачи, ключевые передачи под обострение, отборы и так далее, тому подобное. И вот недавно они подвели рейтинг 10 самых эффективных футболистов России с точки зрения статистики в первой части сезона. Ну и в связи с этим я решил проанализировать данный список, подвести определенные итоги и результаты и понять, почему, скажем, Зелимхан Бакаев оказался на 10-м месте, Артем Дзюба на первом, а Вандерсен на восьмом. Кто из них чем отметился, кто из них в чем был хорош, кто у нас лучше по обводкам, по обострящим передачам и так далее, тому подобное. Ну и выскажу немножко своего мнения по каждому из этих игроков. Ну что ж, давайте перейдем к этому рейтингу. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Ну и начинаем мы с 10-го места, где у нас оказался Зелимхан Бакаев. Игрок провел поистине выдающиеся полгода. Не только потому, что он очень эффективен с точки зрения статистики, но и потому, что он показывал такой уровень футбола на фоне откровенно разваливающегося Спартака, который при Кононове играл вообще не пойми во что. И как мы видим, Бакаев, несмотря на все эти проблемы, стал одним из лучших по количеству голевых передач. Он делит второе-третье место в данном показателе с семью голевыми ассистами. Да, я знаю, что есть разная статистика, но здесь я опираюсь именно на те цифры, которые есть у сайта Huskort, потому что мы обсуждаем именно их рейтинг. При этом Бакаев первый лучший футболист России по количеству обостряющих ключевых передач 3,2 за встречу. То есть, если бы спартаковские футболисты, атакующие, эффективнее использовали те моменты, которые создает Бакаев, Зелимхан был бы вообще лучшим ассистентом и вытеснил бы Дзюбу с первого места. Ну и плюс Бакаев, конечно, очень техничен, особенно это приятно, учитывая, что он российский футболист, россиян техничных мало, здесь у него показатель 2,5 успешных попытки дриблинга за встречу. По-моему, здесь по обводкам все тоже великолепно. Ну и строго говоря, получается, основные функции атакующего хавбека Зелимхан исполняет великолепно. Много обостряет, много обводит, ну и, конечно же, выводит партнеров на голевые позиции, что тоже очень важно. Ну а на девятой строчке оказался Иван Обликов. И следует отметить, что у него меньше ключевых передач в среднем за игру. Он седьмой в рейтинге российских футболистов по количеству обостряющих ассистов 2,3 за встречу. То есть он уступает Бакаеву. Он, конечно, сделал еще и меньше голевых передач, в отличие от Зелимхана. И у многих возникнет вопрос, а почему он тогда девятый, а Спартаковец десятый? Но здесь основная загвоздка в том, что Обликов выполняет еще и очень много оборонительной работы, выходя в том числе на позициях крайнего защитника латераля плюс центрального оборонительного хавбека. Поэтому здесь в сумме это дает более высокий рейтинг и, как результат, девятую строчку. На восьмой позиции у нас Вандерсон. Еще один атакующий хавбек, которого можно сравнить с Бакаевым. Да, в этом сезоне Зелимхан больше действует по центральной оси, можно сказать, под нападением. Вандерсон – это крайний хавбек. Но при этом хотелось бы отметить, что бразилец проводит очень сильный сезон. Он лучший в чемпионате России по успешным обводкам. Почти три за игру. Это космический показатель для нашего чемпионата. То есть, например, Бакаев, который идет четвертым. У него 2,5. То есть здесь разница чувствуется. Плюс к этому Вандерсон, хоть и кажется порой слишком уж индивидуалистичным таким футболистом, который много тянет одеяло на себя. Он выполняет также по две ключевые передачи за игру. В этом плане он, конечно, Бакаеву уступает. Но вкупе с другими статистическими данными. С тем, что он собирает на себе очень много фолов соперника. Ну а как еще остановить игрока с такой техникой? Учитывая то, что Вандерсон забивает, отдает голевые передачи, в сумме вся эта статистика дает ему 8 место в рейтинге по эффективности. Ну а дальше у нас будут сюрпризы. На седьмом месте по статистической эффективности игрок Тамбова Владимир Обухов. Одно из открытий этого сезона. Здесь следует отметить, что он седьмой игрок России по количеству ударов в среднем за матч. По три выстрела за игру и следует отметить, что для нападающего это важнейшая статистика. Ну и основные цифры его тоже впечатляют. 13 игр у него в активе, 5 мячей, 2 голевые передачи. В принципе, для Сентерфорварда это хорошие цифры. Ну и учитывая то, что у нас достаточно низовой чемпионат и забивается мало, здесь эти показатели особенно хороши. То есть, например, Обухов делит 10 место по количеству забитых мячей. И при этом нужно отметить, что он очень хорошо играет на втором этаже. Снимает здесь очень много верховых единоборств. По-моему, 18 место занимает по количеству выигранных верховых дуэлей. И в общем и целом он попадает у нас в семерку лучших. А чуть выше оказывается Дуглас Сантос. Бразилец, выступающий за Зенит. Чем он так хорош? Ну, совокупностью своих атакующих и оборонительных цифр. У него, с одной стороны, есть и большое количество обострений. Он 14-й игрок чемпионата России по количеству ключевых обостряющих передач. 2,1 за встречу. И он лучший футболист из линии защиты по количеству обостряющих ассистов. То есть, для него, как для футболиста обороны, эти цифры особенно хороши. Плюс, если брать защитные функции, его показатели по отборам 2,4 за встречу. Они тоже достаточно хороши. Это 12-й лучший показатель в нашем чемпионате. Ну и плюс к этому, высокий процент точных ассистов, потому что игрок техничный, хорошая техника. По мелочи там следует отметить и большое количество перехватов. Все это вместе дает ему достаточно высокий рейтинг. Но я думаю, никто спорить не будет. Дуглас Сантос очень полезный футболист. И хотя он, конечно, накосячил, возможно, в решающем матче сезона с Бенфикой, получив там красную. Но в целом, я думаю, никто спорить не будет. Футболист очень полезный. Пятое место за еще одним защитником Сэмом Жиго. Который получает свой рейтинг во многом потому, что он очень результативен. Тем более, для центрального защитника 4 мяча в 16 встречах. Какое-то время, он вообще был самым главным бомбардером Спартака. Поэтому у него хорошая оборонительная статистика. 2,1 отбора. 1,8 перехвата за встречу. Ну и к тому же, он третий игрок чемпионата России по точности передач. 87,4. То есть процент брака просто минимальный. При том, что Жиго достаточно часто играет на обострение. Отдает первую передачу, так называемую. В общем, со своими функциями центральный защитник справляется очень неплохо. Хотя Спартак пропускает много. Ну а на четвертом месте, это точно будет сенсация, Георгий Мелкадзе. Четвертый игрок России по статистической эффективности. Вот это на самом деле поразило многих. Тем более, что Мелкадзе, ну как вам сказать, он все время вызывал больше вопросов, чем каких-то восторгов. Когда он в сборной России молодежной играл вместо Чалова, все возмущались. Когда Спартак наигрывал его, все возмущались. Когда Спартак дал ему контракт, все, в том числе и я, возмущались, за что такие деньги. А сейчас он в тамбуре показывает очень крутой футбол. В 12 матчах 5 мячей, 3 голевые передачи. Очень высокая основная эффективность по голам, результативным ассистам. И в целом нужно отметить, что Мелкадзе в остальных цифрах, пусть и не показывает чего-то выдающегося, но там по количеству обводок, ударов, ключевых передач, но везде он достаточно хорошо держится. То есть у него нет каких-то выдающихся здесь, знаете, показателей, но при этом все очень-очень прилично. Ну и плюс очень мощная основная статистика. В 12 матчах 8 очков по системе гол плюс пас. Для нашего чемпионата это, ну, почти что космос. Ну а тройку лучших у нас открывает Никола Влашич, который является очень качественным сочетанием различных цифр. То есть он, например, третий по количеству ключевых передач, обостряющих в среднем за матч 2,6. Третий же он и по количеству обводок. Здесь аналогичная цифра 2,6. Пятый по количеству ударов 3,3 за игру. Ну и, кстати, хотелось бы отметить, что он делит пятое место по количеству забитых мячей, то есть идет среди лидеров в гонке бомбардиров. Это, конечно, игрок поистине выдающийся. Он очень хорош и на уровне нашего чемпионата это, несомненно, суперзвезда. И все мы помним те матчи с ССК, когда игра откровенно не идет, но именно Влашич берет игру на себя и решает исход встречи. Ну а двойку лучших занимают футболисты «Зенита». Второе место это Магомед Аздоев, который совершил колоссальный прорыв в этом сезоне. У него отличная оборонительная статистика. Он шестой лучший по количеству отборов 2,7. При этом, обратите внимание, он единственный полузащитник чемпионата России, кто по основным защитным показателям отбора и перехвата играет больше, чем на двух в среднем за матч. У него 2,7 отбора и 2 перехвата. Ни у одного хавбека больше нет таких цифр. И там, по-моему, только у одного защитника есть такие же показатели. При этом у Аздоева высокий процент точных передач, он достаточно хорошо обостряет. И все это вместе, сочетание атакующих навыков и оборонительных, дает ему второе место в рейтинге. Ну а на первой строчке Дзюба лучший бомбардир, лучший ассистент по количеству голевых передач, игрок, который входит в тройку лучших по количеству выигранных верховых единоборств. То есть он фантастическую игру показывает на втором этаже. И в целом Дзюба со своими обострениями, со своей новой ролью, со своей новой функцией, разыгрывающего, нападающего, смотрится сейчас, конечно, очень круто. К концу первой части сезона он, конечно, пошел на спад, это было заметно. Но с другой стороны, нельзя же из-за нескольких неудачных матчей, знаете, перечеркивать весь достаточно качественный сезон. Поэтому здесь Артем заслуженно, на мой взгляд, занимает первое место в рейтинге. Ну а что думаете вы касательно всего этого? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, YouTube-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен иным видам спорта, ссылка здесь в описании. Всем удачи, всем пока.